Друзья мои, я продолжаю отвечать на ваши вопросы, а мой директор Наталья эти вопросы зачитывает. Дмитрий спрашивает, Михаил, в моей жизни не произошло ничего страшного, но я настолько подавлен и потерян, что совершенно не могу ничего делать. Все мысли о будущем и все эти мысли негативные, прокручиваю различные сценарии, не могу найти выход и очень подавлено, помогите мне. Вы знаете, Дмитрий, когда вы говорите, что ничего страшного не произошло, вы, наверное, имеете в виду, что над вами не летают пули и не разрываются бомбы и ракеты. Но дело в том, что вы, как и очень многие люди, миллионы людей, чувствуют свою беспомощность, потому что помимо их воли происходит что-то страшное, и это дает подавленность. Я себя часто ловлю на таких же чувствах, что и вы. И что я тогда делаю? Я тогда пытаюсь найти что-нибудь, чтобы не чувствовать себя беспомощным. Например, помощь кому-нибудь, это очень действенно. А вот то, что даже я это видео пишу, лично мне это нужно, потому что я чувствую, что я хоть что-то могу сделать в этой ситуации. Попробуйте и вы придумайте что-нибудь, чем вы можете помочь ближнему, и вас отпустят. И вы не будете чувствовать себя ни подавленным, ни беспомощным. Всем мира! Ирина спрашивает, Михаил, как быть, если из-за последних событий твой дом превратился в коммуналку с родственниками и друзьями, количество жильцов увеличилось вдвойне, а у вас один туалет, кухня, ну и вообще все это очень неудобно. Посоветуйте, пожалуйста. Ну, во-первых, хочется сказать, кому сейчас легко. Сейчас вот такое время. Во-вторых, обнадежьте тем, что это очень ненадолго. Они уедут, еще скучать будете. Но самое главное, вам надо принять эту ситуацию как данность на сегодняшний день. Вам надо сказать себе, хотите прям слух, что да, сейчас мы живем пятером, десятером, у меня один туалет и куча народа. И я это принимаю, это мой выбор. И какое-то время я с этим мирюсь и живу с этим. Рано или поздно это закончится. Конечно, рано.